Кванты Нет, мне ничего не надо от тебя Нет, халявы не хочу я Тенью надвоем мелькну в пути Полный курс квантов пройти Списать, не поднимая глаз Чтоб сдать хотя бы в этот раз Пройти хотя бы раз По краешку твоей судьбы Декан Я точно знаю, вы на свете есть И все, о чем прошу я Сессию продлить и допуск получить Чтоб снова мне кванты учить Списать, не поднимая глаз Списать, не поднимая глаз Чтоб сдать на этот точно раз Хочу увидеть вас Вот здесь Ложанулся Как бы это не шибко на что-то влияет Но, чеку я поднимаю Следующий вопрос У нас волновая функция До сих пор Мы с вами рассматривали дискретный спектр Дискретный набор собственных состояний Какого-то оператора У нас Л Имел Дискретный набор собственных состояний И дискретный набор собственных чисел При этом Ж И лябр Ж Можно было Зону Номеровать Ну, например, если электрон находится Около какого-то атома С каким-то номером Как мы в двух состояниях делали Но, в принципе, возможна ситуация Когда Какая-то величина Измеряемая Меняется непрерывно И состояния могут меняться непрерывно Если у нас в пространстве Летит частица Поэтому можно придумать Ситуацию Когда Собственные состояния Оператора И соответствующие Собственные числа Представляют собой Непрерывный набор Вот если так Ось Q Направлена И вот Q Может принимать Любое значение Например, это Оператор координат Тогда Значение координаты Может быть непрерывным Ну, вот сейчас Я по аналогии буду Для непрерывного спектра Делать то же самое Что делали Здесь Мы Произвольное состояние А в дискретном спектре Представляли Как сумму По Ж Базисных состояний Ж На скалярное Произведение Ж на А И такое скалярное Произведение Мы называли Амплитудой Нахождение Системы Находящейся В состоянии А Амплитуда Найти его В базисном состоянии Можно было написать Так Сумма По Ж С Ж На Ж Точно так же Теперь Любое состояние А Можно разложить По непрерывно Меняющемуся Базису Состояние Ку Но как вы Это догадываетесь Если у нас Ку меняется Непрерывно То надо писать Не сумму А что Интеграл И писать Интеграл Ну в каких пределах Там зависит Что такое Ку Если это координата Наверное от минус На плюс Бесконечности Если это угол То наверное от нуля До двух Пи Интеграл По дху А здесь будет Состояние Ку На ку На а И вот если Такое Скалярное Произведение В дискретном Спектре Мы называли Квантовой Механической Амплитудой То Здесь В этом случае Квантовой Механической Амплитудой Обозначает Это на самом деле Что она меняется Недискретно А непрерывно Здесь можно Зубновировать Эти коэффициент А здесь Они меняются Непрерывно Поэтому это Некоторая Функция Ку И вот эту Штуку Обозначают И называют Волнопой Функцией Ну и тогда Можно написать Это Разложение Это Интеграл По дху Пси А От ку На ку Я напомню Что здесь Если у нас Было два Разных Базисных Состояния Ж Штрих И Ж То их Скалярным Произведением Был символ Кронекера Это Это такая Штука Которая Равна Единице Если Ж Штрих Равняется Ж И ноль Если Ж Штрих Отлично Отжим Точно Так же Здесь Скалярное Произведение Ку Штрих На ку Будет Непрерывный Символ Кронекера Здесь У нас Была Ось Ж И были Дискретные Числа И только Когда Ж Штрих Сотпадал Ж У нас Была Единичка При разных У нас Было Ноль Ну а Когда У нас Непрерывная Вещь Аналогом Символа Кронекера Является Эта 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 Как и Символ Кронекера Равна Нулю В случае Если Ку Штрих Неравнение Ц Фу Так же Как Если Ж Неравнение А если Равняется То тогда Она уходит Набесконечность Чтобы интеграл От нее Равнялся Единице Если Нас Интересовало Скалярное Произведение Двух Состояний Б на А Мы Могли Разложить Каждое Состояние По базису И написать Что это Будет Сумма По Ж Ж Штрих Б На Ж Штрих Ж Штрих А А Это Будет Ж На Ж На А А И такое Скалярное Произведение Давало Нам Символ Кронекера И у нас Сумма Из двойной Превращалась В одинок У нас У нас Получалось Б На Ж Уже без Штриха Ж На А Ну а на самом деле Посмотрите Я просто Между Б И А Вставил Единичный Оператор Сумма По Ж Вот Так Но это Ничто Иное Как С Ж В состоянии Для состояния А А это С Ж Для состояния Б Комплекто Запряженное И тогда У нас Будет Сумма По Ж С Ж Комплекто Запряженное Для состояния Б На С Ж Для состояния А Точно Так же Здесь Б Умножить На А Превратится Не в двойную Сумму А во что В двойную Интеграл Интеграл Двойной По ДК ДК Штрих Все То же Самое Здесь Будет Б На К Штрих К Штрих Скалярно На К К Скалярно На А Но То Что Написано Здесь Это Что Такое Это Уже Такое Скалярное Произведение Не Символ Кронекера Что Дельта Функция Здесь Здесь У нас Появляется Дельта Функция От К Штрих Минус К А интеграл Один из интегралов Скажем По Дельта Функции Дает нам Значение Того Что Есть В точке Где К Штрих Равнируется К По Свойству Дельта Функции И Тогда У нас Остается Одинарный Интеграл По Д К А Здесь Будет В Скалярно На К К Скалярно На А Но Мы Вспомним Что К Скалярно На А Это Ничто Иное Как Волновая Функция Это Пси От К Для Состояния А Если Бы Здесь Было К Скалярно Нарвать Это Была Была Волновая Функция Пси А Пси В От К А Здесь Волновая Другой Поэтому Это Что Будет Комплексно Сопряженная Волновая Функция Пси В От К Комплексно Сопряженная Итого Получается Что Это Будет Интеграл По Д К От Произведения Волновой Функции Для Состояния В Комплексно Сопряженная На Волновую Функцию Для Состояния А Не Комплексно Наконец Последнее Мы Считали Среднее Измеряемое Значение Величины Л На Состоянии А Я Напомню Мы Все Снова Раскладывали По Басицу Дважды И У нас Здесь Получалось А Ж Штрих Ж Штрих На Оператор Л На Ж А Здесь Ж Умножить На А Л Действовало На Ж И давало Собственное Значение Лямбда Ж А Ж Умножалось Потом На Ж Штрих И давало На Сибу Кромнегеров А Ж Штрих И В результате У нас Получалась Сумма Только Один раз По Ж Здесь Было С Ж Сопряженное На С Ж На Лямбда Ж Или Сумма По Ж На Квадрат Модуля С Ж На Лямбда Ж Ж С Ж В Квадрат Модуля Давало Нам Вероятность Найти Систему В Базисном Состоянии Ж Мы Получали Сумму По Ж Значение Физической Величины В Ж Базисном Состоянии Где Величина На Вероятность Найти Систему В Состоянии Ж Если Она На Состояние А Точно Так Ж Здесь Среднее Значение Измеряемой Величины С непрерывным Спектром А Будет равняться Двойному Интегралу По Д Ку Д Ку Штрих Все То же Самое А На Ку Штрих Ку Штрих Оператор Л Ку Ку На Действие Оператор Л На Ку Дает Нам Непрерывно Меняющееся Собственное Число Лям Ку Мы Его Выносим Из Подскалярного Произведения И Здесь Получаем Дельта Функцию От Ку Штрих Минус Ку А Интегрирование По Ку Штрих Чего-то С Дельта Функцией Требует Оставления Всего Того Же Но Везде Вместо Штрих Оставить То Значение Ку При Которе Аргумент Дельта Функции Обращается В Ноль И В результате Получается Интеграл Под Ку А От Ку А Умножить На Ку Лямка Ку Т Ку Умножить На А Но Это Ничто Иное Как Волновая Функция Пси От Ку В Состоянии А А Это Ее Комплексное Сопряжение Пси От Ку В Состоянии А комплексно Сопряженное И тогда Получается Интеграл По всем Значениям Ку От Квадрата Модуля Волновой Функции Ноль А Ку Господа Здесь у нас Была Вероятность И когда Мы считали Среднее Мы Значение Умножали На Вероятность И получали Среднее Значение А Теперь У нас Здесь Стоит Интеграл От Величины Умноженной На что-то Похожее На Вероятность Но Когда Мы Интегрируем И Вычисляем Площадь Под Графиком Квадрата Модуля Волновой Функции Как Это Штук Называется Когда Дискретные Величины Были Это Называлось Вероятность А Когда Непрерывные Вспомните Распределение Макс Ва Плотность Вероятности Или Функция Распределение Итак Квадрат Модуля Волновой Функции Имеет Классический Аналог Это Плотность Вероятности Найти Система Находящаяся В состоянии А В базисном Состоянии Ку То есть Если мы Нарисуем График Зависимости Квадрата Модуля Волновой Функции От Ку То Мы Получаем Какую-то Такую Штуку И Если Мы Берем Малый Интервал Д Ку То Площадь Вот это Играет роль Вероятность Смотрите У нас Плотность Вероятности Умножается На Д Ку А дальше Здесь Само Значение Умноженное На Вероятность Поэтому Вот эта Штука Имеет Вид Имеет Смысл Вероятность Попадание В интервал От Ку До Ку Плюс Д Ку Поэтому Вот эта Полосочка Узкая Это Вероятность Того Что Наша Система Находящаяся В состоянии А Окажется В узком Интервале Базисных Состояния Ку Ну а Если Нас Интересует Вероятность Того Что Система Окажется В каком-то Конечном Интервале От Ку Один До Ку Два Мы Разобьем Все На Полосочки Просубируем И что Получим С вами Вероятность Попадания Системы В такой Интервал Ку Может быть Любая Меняющаяся Величина Это Может быть Координата Это Может быть Угол Это Может быть Импульс Это Может быть Энергия Любая Величина Которая В данной Задачи Может Меняться Непрежитно Это Совсем Обязательно Только Координата Просто Как Правило Волновые Функции С Координатами Ассоциируют На Волновая Функция Это Самая Обычная Квантово Механическая Амплитуда В случае Когда У нас Есть Непрежитные Изменения Все То же Самое Никакого Отличия Но Правда Понятно Что Если Мы Теперь Проинтегрируем Квадрат Модуля Волновой Функции По Всем Мыслимым Значениям Которые Могут Быть Мы Получим Вероятность Того Что У Системы Есть Какое То Значение Ку И Чему Должна Быть Такая Вероятность Поэтому Волновая Функция Должна Быть Квадратично Интегрирована Не Любые Функции Могут Здесь Оказаться А Только Такие Функции Это Комплексно Значенная Функция Но Квадрат Ее Модуля Должен Обязательно Интеграл Сходиться Ну и Наверное Самый Частый Вид Волновой Функции Если У нас Есть Одна Изолированная Частица Понятно Что Из Свойств Симметрии Нашего Пространства Относительно Сдвига Во времени И Относительно Сдвига Координат У Свободной Частицы Должен Сохраняться Во времени Энергия И Импульс Поэтому Свободной Частице Присуще Состояние Заданной Сохраняющейся Энергией И Сохраняющимся Импульсом А нам Макроскопическим Вечно Хочется Спросить Где Находится Частица В такой То Момент Времени В какой Точке Пространства Поэтому Нам Интересно Состояние Которое Характеризуется Временем И чем Координат Координат И тогда Можно Задавать Вопрос В каком Месте В какой То Момент Времени С какой Вероятностью Мы найдем Свободную Частицу Для Для Которой Естественно Иметь Постоянную Энергию Заданный Импульс Понятно Что Поскольку Т и Р Меняются Непрерывно Такая Квантово-механическая Амплитуда Является Волновой Функцией И мы Ее Будем Обозначать Очень Просто Пси С Индексами Энергия И импульс Это То Состояние Которое Естественно Для Частицы В общем Случа Это Было А А Роль Ку Это Координаты Частицы В Четырехмерном Пространстве Менгопского Пространстве Времени Вот Именно Это Чаще Всего Называют Волновой Функцией Хотя От Аю Можно Подразумевать В разных Квантово-механических Задачах Сильно Разные Но Как Правило Понимают Такую Штуку И Наверное Мы с вами Знаем Как Выглядит Волновая Функция Для Свободной Частицы Мы Мы Сто Раз Вязали Плоскую Монохроматическую Волну Которая Есть Константа Нормировочная На Е В степени И А здесь Я напишу Так П П Делить Произведение Произведение Четырех Вектор Импульс На Четырех Вектор Пространственного Временного Описания С Т А здесь Р Если мы Вспомним Как пишутся Четырех Скалерные Произведения Это Минус Трехмерное Скалерное Произведение В на Р Я Правда Забыл Минус Единица Постоянная 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 Все надо Поделить Постоянная 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 И тогда У нас Получается К Р Минус Амек Т Довольно Знакомая Вещь Если мы Верим Что для Свободной Частицы Волновая Функция Должна Бы Такой То Нетрудно Убедиться Что Оператор И А Д По ДТ В качестве Собственной Имеет Волновую Функцию Потому что Если мы Подействуем Таким Оператором На Пси Свободной Свободной Частицы Если Это Волновая Функция Является Собственной И Собственным Числом Является Энергия Точно На 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 План Действующей На Такую Функцию Даст нам Значение Импульса Действующей На Такую же Получение Поэтому В качестве Оператора Импульса Логично Взять Минус И H На Ногу Это Будет Оператор Импульса Теперь Для Свободной Частицы Очень Хочется Сказать Что Энергия Наверное Равна Квадрату Импульса Делить На 2 М И Тогда Если В это Операторное Равенство Подставить Волновую Функцию Свободной Частицы Мы получим Квадрат Квадрат Импульса Делить На 2m Это Правильная Равенство Для Результатов Измерения Классической Физики Если мы Будем Измерять Энергию И Импульс Частицы Если Мы Для Свободной Частицы Получим Не Такое Соотношение Мы Сильно Удивимся Но Ведь Собственные Значения Это То Что Мы Измеряем На Эксперименте Поэтому Это Уравнение Соответствует Тому Что Мы Измеряем На Эксперименте Это Хорошее Уравнение Теперь Наверное Если У нас Есть Еще Какие-то Взаимодействия То Кроме Кинетической Энергии Надо Наверное Еще Добавить Что Потенциальное И Наверное Логично Будет Написать Здесь П В Квадрате На 2 М Плюс У В зависимости От Костре Ну И Тогда Мы Получаем Уравнение Жизнь Жизнь Вот И Все Только Все Это Внусный Подман Ребят Я взял Неизвестно Откуда Абсолютно Неизвестно Откуда Выражение Дековской Волны Сказал Ага Я знаю Это Волновая Функция Потом Я Подействовал Этими Операторами У меня Все Сошлось А потом Я сказал Ладно Для плоской Волны Все Выходит А Если У нас Не пустой Разраз Давайте Добавим Волны Ну Подможем Мы С вами Вид Оператора Координаты Импульса Вывели Из Куда Более Серьезных Соображений Из Аналога С Классической Физикой Которые Там возникли Скобки Пуассона И Тому Подобное Поэтому Наверное Сейчас Надо Поступать Таким Ж Способом Давайте Вспомним Что В Классике Скорость Изменения Какой-то Величине Д Эль По ДТ Равнялась Частной Производной По Времени Этой Величины Плюс Скобки Пуассона От H На С Наверное Теперь Логично Потребовать Чтобы Такое Соотношение Выполнилось Для Оператора Д Д По ДТ Равняется ДЛ По ДТ Плюс Операторные Скобки Пуассона H H Получится А Получится ДЛ Под ДТ Мы уже считали Такую вещь Среднее значение Я сразу ДТ Это Интеграл По ДТ Волновая Функция Пси А От Ку Комплексно Сопряженная На ДЛ По ДТ Пси А От Ку Равняется Интеграл По ДК Пси А Сопряженная От Ку ДЛ По ДТ Пси А От Ку Плюс Я напомню Что это Можно еще Расписать Так ДЛ По ДТ Плюс И Делить На H Компутатор H L Поэтому У нас Будет Еще Плюс И На H Интеграл По ДК Пси А Комплексно Сопряженная От Ку H Л Пси А От Ку Минус И Делить На H Интеграл По ДК Пси А Сопряженная От Ку L Умножить На H Пси А От Ку Это С одной стороны А С другой С другой С другой Мы знаем Что Среднее Значение L Ведь Здесь Мы просто Написали Скорость Изменения Среднего Значения L Но Среднее Значение Оператора L Напишем Что Д По ДТ От Такого Интеграла Пси А Собряженная От Ку L Пси А От Ку А теперь Давайте Честно Дифференцировать У нас Стоит Интеграл Произведения Трех Функций Как Дифференцировать Произведение Это Будет Интеграл По Д Ку Д Пси А Со Звездочкой По Д Т L Оставили В покое Пси А Ну Все От Ку Я не буду Писать Аргументы Плюс Интеграл По Д Ку Собряженную Волновую Функцию Оставляем В покое Дифференцироваем Оператор Д Л По Д Т На Пси А И Наконец Интеграл По Д Ку Пси А Сопряженная Оставляем В покое Элипсы Оставляем В покое И Дифференцируем По Времени Пси А Ну и Теперь Самая Главная Дифференцируем Так мы Сосчитали Скорость Изменения Величины По Аналогии С тем Как Нас Учила Классическая Механика Через Скобки Пуассона С Дополнительными Идеями Как Связаны Скобки Пуассона Через Коммутатор А Так Мы Сосчитали Скорость Изменения Среднего Значения Величины По Правилу Дифференцирования Очень Было Хорошо Чтоб Одно С Другим Запал Прежде всего Посмотрим Вот На Что Вот Эта Штука В Точности Совпадает С Этой Штука На Них Можно Скоро А Теперь Будет Все Хорошо Если Эта Штука Совпадет С Этой Штукой А Эта Штука Совпадет С Этой Штукой Давайте Потребуем Совпадение Синих Частей Давайте Посмотрим Что У нас Стоит Под Интеграл Это С Этим Совпадает Этой 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 Совпадает Поэтому Чтобы Все Совпало Окончательно Надо Чтобы Д Д Пси А От Ку По ДТ Вот Эта Штука Равнялась Минус И На H Действие Оператора H На Пси А От Ку Осталось Минус И H Перенести В левую Часть И Получить И На H Д Пси А От Ку По ДТ Равняется H Пси А От Ку Чтобы Синие Части Совпадали Надо Чтобы Выполнилось Такое Соотношение А что Это Такое А Это Уравнение Жизни Правда Теперь Надо Чтобы Если Мы В это Поверили Чтобы Совпали Зеленые Части С Зелеными Частями Поступить Очень Просто Поскольку H Эрмит Оператор Им Можно Действовать Как Вправо Так И Влево Давайте Подействуем H В Эту Тогда Посмотрите Пси А Совпадают Эли Совпадают Их Можно Зак И тогда Получается Что И H Результат Действия Оператора H На Пси А Сопряженная Равняется Д Пси А Сопряженная По Д Д Сопреките Это Равенство Комплексное Вы Получите Равенство Зеленых Частей Ну вот Господа Это считается С точки Говорились Общее Способ Считается Все способы Плохи Потому что Это все равно Угадает Физика И занимается Угадыванием Правильных Уравнений Но вот Такой Подход Ну в общем Наиболее Считается Насколько Я знаю Считается Наиболее Убедительным И полным Во всяком Случии Большинство Наших Теоретистов Предлагают Предпочитают Такое Обоснование Уравнения Шри Хотя Повторяю Строгого Обоснования Нет И это Можно Рассматривать Тоже Как Некоторые Постулаты Волновая Хунца Надо Будетворить Такому Уравнению В принципе Можно Было Начать Квантовую Механику Со слова Опыт Показывает Что Выполняется Такое Уравнение Но правда По ходу Дела Мы теперь Умеем Работать Как с Дискретными Так и С Непрерывными Состояниями Мы знаем Много Много Математики Квантовой Механики Которой Дальше Будем Активно Пользоваться И конечно Нам дальше Придется Очень Сильно Обобщать Улучшать Это Уравнение Когда У нас Результаты Будут Не очень Хорошо Совпадать С экспериментом Но это Будут Уже Следующие Шаги А со Следующего Раза Мы Закончили Математическое Ведение Уточнение Уточнений И Обобщение Но Сперва Надо Это Уравнение С Игорь Продолжение